Свою благодарность и восхищение мужеством и отвагой земляков жители Байкита выразили в металле и граните. У этого проекта нет автора. В течение нескольких лет идеи собирались в единое целое. Так и появился в Авинкийском селе этот народный памятник. Строительство мемориального комплекса развернулось три года назад на улице, которая носит имя героя. Здесь уже есть аллея боевой славы, памятник Иннокентию Вачану и необычный монумент в виде чума. Сам центральный памятник, например, он представлен в виде символа дома, а дом в Авинкии – это чум. Двух половинок чума, которые символически так разделяют плита. То есть вот тот период нашей истории военной, на котором надписи на авинкийском русском языках. И как бы парить над вот этим чумом, объединяя период до и после войны Гагара. А Гагара – это символ, это покровитель авинкийского народа. Только из села Байкит в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 600 добровольцев. Жители Авинкии славились своей физической подготовкой, сильным характером и взаимовыручкой. Иначе в условиях севера просто не выжить. Потомственные охотники метко стреляли, отлично ориентировались на местности, которые ловко маскировались и могли бесшумно передвигаться. Подготовить таких бойцов можно было в кратчайшие сроки. Вот и Иннокентию Вачану понадобилось всего несколько недель, чтобы стать связистом и отправиться на Сталинградский фронт. 1 октября 1943 года два батальона наших советских войск были окружены врагами на правом берегу Днепра. И связь с командованием была прервана. Иннокентий Петрович вызвался с отрядом добровольцев восстановить эту связь. Они прорвались сквозь окружение, восстановили. И он связался со штабом и попросил помощи. Позиции были удержаны, благодаря чему правый берег Днепра на этом участке был сохранен за советскими войсками без больших потерь. За проявленный героизм Иннокентий Вачан был награжден медалью «Золотая звезда» и удостоен звания Героя Советского Союза. Но герой не узнал о высокой награде. 14 декабря он погиб в одном из боев на Украине. Вместе со своими единомышленниками старшеклассник Егор Ломоносов, член Байкицкого клуба «Патриот», по крупицам собирает историю подвига земляков и знакомит с ней малышей. Взрослые могут быть спокойны, что память о героических подвигах наших земляков никогда не будет забыта и будет передаваться из поколения в поколение. Ольга Ванысова, Сергей Камашев, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok